С 1 декабря вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Изменения коснутся оплаты электроэнергии, газа, вода и теплоснабжения, а также вывоза твердых коммунальных отходов. Стоимость этих услуг увеличится не более чем на 9%. Теперь сумма в платежке для семьи из трех человек в среднем подорожает на 324 рубля в месяц. После этого более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Частично утратит свою значимость для россиян бумажный полис обязательного медицинского страхования. На смену ему придет электронная форма. При этом менять полис ОМС самостоятельно не придется. У каждого россиянина автоматически появится индивидуальный штрих-код, с помощью которого можно будет обращаться за медпомощью. Последний месяц зимы принесет изменения и в законы об образовании. За колледжами и техниками закрепят право создавать учебно-производственные комплексы. Доходы от их деятельности образовательные учреждения смогут направлять на собственное развитие. Помимо прохождения практики на этих предприятиях, студенты смогут получить и первое место работы. К тому же образовательные организации будут в праве оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников. С 1 декабря новую обязанность вводят для государственных органов на законодательном уровне. Начиная с этой даты, каждое ведомство должно завести официальный аккаунт в социальных сетях. Речь идет о таких платформах, как Одноклассниках или ВКонтакте. Подведомственные организации и органы местного самоуправления будут обязаны отчитываться о проделанной работе и отвечать на вопросы россиян. По замыслу инициаторов, данная мера сделает госорганы более открытыми. С сегодняшнего дня в России появится новая удобная опция. Теперь получится гораздо проще и быстрее встать на учет налоговом органе, не посещая инспекцию. Понадобятся лишь госуслуги, где необходимо подать заявление в электронном виде и ждать свидетельства о постановке на учет.